Я как-то шел из школы, в Новосибирске было очень пасмурно, холодно, ну как обычно. Из музыкальной школы? Нет, из обычной, из обычной школы шел. Вот, я помню, что я иду, такой грустный, что-то вот в наушниках там у Андрея лежат, я выглядел как чебурашка, я ходил в наушниках Razer Electro, знаешь, такие гигантские. Игровые? Игровые наушники, у меня других не было, я в них ходил. Вот, я иду по улице, а у меня привычка, когда я слушаю музыку, я вот так иду и вниз просто смотрю, перед собой никуда не смотрю, и тут опа, лежит кошелек. Я такой, типа, ну, что делать, никого нет, ну, я смотрю, а там, сколько-то там, 10 тысяч рублей. Я прихожу домой, говорю, мама, смотри, я нашел кошелек. Она говорит, ну, давай, типа, найдем владельца. Она начала там на Фейсбуке искать ВКонтакте по номеру карты, в общем. Ну, и не нашли. Ну, типа, прошло две недели или месяц, и я позволил себе достать эти 10 тысяч и купить на них ноутбук под названием Pocket Bell. За вот эти, типа, 10 тысяч, на которые я установил Ableton впервые. Кстати, вот мне кажется, что карма есть, потому что после того, как я потратил деньги на ноутбук, я разбил все. Я разбил телефон, экран телефона разбил, экран планшета, все у меня разбилось. А и филкой ты никогда не пользовался? Я запустил, потыкал и удалил. Вот так, я не смог. Не твое. Я просто, знаешь, я был знаком с видеомонтажом, и почему-то мне показалось, что Ableton похож на Sony Vegas. И ты до сих пор монтируешь в Вегасе? Нет. Нет, нет, я монтирую в Resolve. У меня была история, когда я работал три дня над роликом просто без перерывов, и тут такой премьер вылетел, и нигде автосейва нет, и я тогда... Я понял, что мне надо на что-то перейти. И я вот в тот же день нашел для себя Resolve и перешел на него, и пока никаких проблем нет с ним. Так, здесь у тебя камера, на которой ты снимаешь свои ролики. Да. Это Canon? Это Canon 700D. 700D. И ты давно на него снимаешь? Да, это камера моего дедушки. Серьезно, он тебя фотографирует? Мама подарила ему фотоаппарат. Как это мило. Да, мама подарила ему фотоаппарат, чтобы он фотографировал. Он вроде годик пофотографировал, и я такой, типа, можно я у тебя возьму, сниму ролик? Он такой, ну да. Вот, я как-то стал у него брать камеру, а в итоге, когда я в Питер поехал, он подписан на мой YouTube-канал, как и бабушка, и мама, и он такой, типа, ну забирай ее в Питер, будешь там снимать. Вот. Такая вот такая... Короче, отжал камеру у дедушки. Отжал камеру у дедушки. Кошмар. И съел еще. А он, кстати, как отнесся к вашей песне про съего деда? Очень забавная история. Он мне позвонил, когда я ее записывал. И что-то я сказал по глупости, типа, как раз тебя вспоминал, я ему сказал. А он что? Это он сказал, зачем вы так над стариками, зачем вы их мучаете. Я сказал, прости. Вот такая история. Дедушка, привет. Но в целом он не против. Он не против. И мало того, ему понравился альбом Алишера. Маме нет, дедушке да. Он говорит, очень насыщенно, музыкально интересно. А мама что говорит? Ну, она по-другому к этому относится. Алишер же ругается, типа, и там такие все моменты. А ты, кстати, не материшься. Я не ругаюсь. Ну, если мне на ногу... Ну, как сказать? Бывает такое. Но в роликах я никогда не ругаюсь. Типа, это моя принципиальная позиция, потому что меня дети смотрят. А почему у тебя здесь флаг Украины? Это случайно. Эйблтон каждый раз ставит случайные цвета. То есть он сегодня рандомно новым флаг Украины поставил? Да. Прикольнуться решил. Кстати, очень много классных музыкантов в Украине. Я был у Алены, Алены, Ивана Дорна, Аркаш, который написал Зиверт Лайф. Бусина, который написал музыку для Маруф вместе с ней. Так что здесь кликайте по подсказке, здесь будет плейлистик. Так, и здесь у тебя замечательный инструмент, который работает от нажатия, от степени нажатия. Да. И жетон из Макдональдса. И жетон из Макдональдса. Я должен был получить этот самый, как это называется? Маккомба. Эта штука называется... Роли? Роли Сябой. Напишите правильно, как она может, по-другому правильно называться. И она работает от степени нажатия. То есть вы можете любой инструмент сымитировать на этой клавиатуре. Ты вообще ей пользуешься, или она у тебя так для костов? Ну, ты видишь слой пыли на ней. Ты знаешь, это, короче, как Apple в мире музыки. Вот такая штука. Ну, тут очень много маркетинга. То есть она работает с приложением в iPhone. Вот такая. Типа, я не думаю, что профессионалы очень часто ее используют. Разве что для, опять же, вот этого креатив процесса, типа. Но в Ableton мне не понравилось с ней работать. Как показывает практика, вот это все, это вот дополнение. Самое главное, это вот то, что у вас в голове. А реализовать это можно на любом компьютере, на любом ноутбуке. Ну вот, я сыграл. Ты прям семь лет учился? Да. Потом еще на саксофоне нужен? Все верно. А зачем был саксофон нужен? По приколу. Ну, я, знаешь, освободился очень много свободного времени. Я подумала, почему бы и нет? Почему бы не попробовать саксофон? Ну, я не доучился на нем. Потому что у меня больная спина. Я сломал спину в семь лет, в шесть. И саксофон тяжелая штука. У тебя был какой? Альт, тенор, сопрано? Название его? Да, они же разные по размеру. Блин, вот такой был. А в каком районе ты раньше в Новосибирске жил? В железнодорожном. В железнодорожном районе. В центре, Новосибирске? Ну, недалеко оттуда, да. Возле вокзала ты жил? Да, да. Недалеко от вокзала, я бы сказал. А в какую музыкалку ты ходил там? В первую. Так, здесь у тебя великолепный микрофон Шур. Шур. SM7B, да. И он больше, наверное, для радиоведущих или для команды? Ну да, для подкастов он идеально подходит. И он не конденсаторный? Ой, и он не конденсаторный. Он динамический. Ты его для блогов, да, будешь, наверное, используешь? Я не знаю, мне и петь нравится в него. Ну, он мне нравится по звуку. У него очень интересный характер звучания. Так, и это уже у тебя конденсаторный, аудиотехника? Аудиотехника 2035. Да, кстати, мне подарил его мой подписчик. Серьезно? Да, на день рождения. Прикинь, он у него... Я хочу передать привет, во-первых, бабушке Людмиле, во-вторых, хочу передать привет Ване Лоноликиду. Это молодой рэпер тоже. Он из Норильска, и он записывал у себя дома просто людей, там всяких корешей. Вот, и этот микрофон, у него, видишь, какая история, он стоял где-то в квартире в Норильске, а потом у него появился новый, и он решил мне этот отправить. И я на него записал очень много треков. Это вот... У меня до этого не было конденсаторного микрофона. ноу-проблем, он на него записан? Да, на него. А достаточно ли такой маленькой ловушки для записи? У тебя тут прям много эхо. Я просто не кричу, особенно дома. Ну, в смысле, если я хочу записать трек, где я буду кричать, я же понимаю, что тогда углы будут отдавать, везде будет эхо просто гулять. А так я просто пою интимным вокалом, то есть достаточно близко к микрофону, и мне кажется, что... Да. А покажи вот как, насколько это громко. Ну, вот так я становлюсь. Удобно, что у тебя здесь можно бутылочку поставить? Да, вот эта штука... То есть ты берешь бутылочку и вот сюда вот так слушаешь? Ну да, она только сюда... А, ну да. Это вообще очень классная идея, можно одновременно есть. Я люблю покушать и люблю писать музыку. Я совместил приятное с полезным, и вот у меня есть такая подставка. Может, сюда еще, не знаю, фрукты нарезать, что-нибудь такое, что просто вот что-то там петь себе, придумывать и еще кушать. До новых встреч!